Принцесса Принцесса Атомные боеголовки Саратов был закрытый город И когда я хотел поехать на лето В Энгельс из Польши Мне приходилось брать визу В родную страну Если я остановился в Москве На 3-4 дня Мне надо было идти в ментовку Чтобы доложить о своем присутствии Я конечно этого не делал Что я блять дурак что ли После приезда в Саратов Мне тоже на 3 месяца На 2 месяца надо доложить ментовку Когда я приехал и когда я уеду После все нахуй блять А двоюродный брат блять Полковник НКВД Он блять приехал к деду в деревню На следующий день там через 3 дня Я там уже с бабой появился Блять Я ей столько ювелирки напокупал Ебал ее сколько 3 дня что ли Да даже не ебал Она дура какая-то Он приехал и говорит так Ты мудак Гость заграничный Ты у нас единственный И тебя во первых ищут У меня ищут утюги какие-то Люди которые спекулянты Джинсами Я говорю ну хоть пускай ищут Я все распродал У меня нет ничего Я прям в первый день или даже в поезде Продавал все нахуй И в фуфайке В шортах вообще В трусах 3 месяца в Энгельсе На меня орали все Ты чего с труса ходишь мужик Я говорю это же шорты Брат говорит ты не прописался А где мне прописываться В Саратове У меня Ну я же твоего адреса не знаю Дурак сука Ты нарушаешь ты преступника Хую хую мою и так далее Блять Козел блять какой-то Он всегда был такой сумасшедший Ты знаешь Я помню такой день рождения Его сестры Лидия Которая сейчас в Саратове Которая очень умная женщина Между прочим Какое Сколько же мне было лет Я помню у нее был аквариум Или с рыбками Или хомяк у нее был И тогда Юрка Со своей новоженной женой Ну тогда ему наверное было 20 лет Учился на мента Или на повышение мента Там блять пол Саратова Богословских менты Оказывается Еще не знал А а я вилку В розетку втыкаю И там все загорается Руки у меня загораются Не рассказывают И вот с тех пор кажется У меня такая Судьба С электричеством Блять Меня постоянно Я же постоянно С проводами работаю Переделываю И вот все эти лампы художнику надо перевешивать в сухьёбанной матери. Почему? Потому что натуральный свет – это одно. Искусственный свет – это другое. И вот искусственный свет однозначно не надо работать светом. Не надо акварели делать в искусственном свете. Пожалуйста, не уничтожайте свой потенциал на развитие своей натуральной палитры. Это надо видеть в дневной свет и понимать, какая разница между вот этим оттенком и вот этим, того же самого цвета. О чем я говорю? Ну, это, в общем, очень важно. Блин, ты понимаешь? Эта потеря памяти у меня началась четыре года назад. Я в депрессии отлежал два года. И никогда такого не было. Ты что? Я построил огромные бизнесы. И консультантом был очень серьезным людям, которые зарабатывают миллиард на моих идеях, которые им просто так сказал по дружбе. А сейчас, я забыл, что я сейчас говорил пять минут там назад. Я не знаю, может быть, это от этих антидепрессантов, потому что они очень серьезные. Не, у меня, знаешь, какие? У меня нет антидепрессантов. У меня заглушитель. То есть антипсихозный, можно сказать. Вот что у меня. Самая низкая доза. Я вам говорю, блядь, я с утра три часа, как пьяный, но мы понизили дозу до самой низкой, легально говоря. Я сейчас таблетки начал вообще в половину перекусывать, то есть уменьшать дозу. Память пропадает вот так. Что дальше будет? Страшно, блядь. Когда я говорю, я верю Богу, и я с Богом на все согласен. Да, Оленька, я с Богом на все согласен. На все.